Сегодня Международный день музеев. Праздник появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении этой даты. И даже несмотря на непростую эпидемическую ситуацию в мире, в этом году сотрудникам музеев удалось отметить профессиональный праздник. Ольга Русул продолжит. 18 мая уже традиционно двери всех музеев открыты для посетителей. Только в этом году ежегодная акция «Ночь музеев» прошла в новом формате онлайн. Причина – непростая эпидемическая ситуация в мире. Но тем не менее, потом, конечно же, мы собрали силами, одухотворились и, конечно же, провели эту акцию, замечательную акцию «Ночь музеев». Ну, посредством как бы онлайн. На сайтах нашего музея были представлены и проведены интерактивные экскурсии, музейные занятия, мастер-классы были проведены. Ну, конечно же, то есть для нас это праздник, он и есть праздник. Конечно, мы его провели все-таки как настоящие музейщики. Для всех желающих на просторах всемирной сети интернет транслировались различные мастер-классы и виртуальные экскурсии. Салют над нашим городом. Для этого нам понадобятся краски гуаш, водичка, кисточки, тряпочка и, конечно, листочек. Итак, приступим. Посетители онлайн-акции «Ночь музеев» смогли познакомиться с редкой профессией реставратора. Анастасия Гудова рассказала и показала, как происходит процесс восстановления экспонатов. Что такое реставрация? Реставрация в переводе с латинского означает «восстановление». Современная реставрация заключается в консервации. Несмотря на то, что посетители могли общаться с сотрудниками музея только через экран монитора, акция удалась. Это для нас новый опыт. Это для нас, как бы сказать, новая какая-то такая страничка истории для нас. Естественно, мы делаем по такого масштаба, очень такого масштабного праздника посредством онлайн. Конечно, честно сказать, проводить праздники вживую гораздо легче. По крайней мере, мы так считаем. Сотрудники Ненецкого краеведческого музея надеются на скорую встречу с посетителями и ждут, когда экспозиционные залы оживут и наполнятся людьми. Ольга Руслова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север».